А как вы определяете качество работы оператора? По репутации человека или когда уже работа закончена и вы отсматриваете? Ну, во-первых, я отсматриваю. Чаще я стараюсь попросить, чтобы мне показали, если это возможно. Знаете, не все актрисы, кстати, это делают. Но это очень важно, потому что ты понимаешь, что, условно говоря, вообще от оператора много зависит. Есть такая шутка киношная, но я не знаю, наверное, не надо о ней говорить. Нет, надо уже, уже сказали «а», говорите «б», да. Нет, она совсем такая прям совсем. Нет, уже все. Оля, уже обратной дороги нет. Что за шутка? Красивая актриса с режиссером, а умная с оператором. Ну, это как бы, нет, ну это шутка, да? Ну, в каждой шутке есть доля шутки, как говорят. Доля шутки, да. Да, но доля правды в этом есть, да? Нет, можно вообще понять по тому, как человек работает, да? У нас интересная, кстати, с Ви им была история, потому что изначально Ви начинал снимать другой оператор. Я не выговорю имя, но это, да, это чешский оператор. Он вообще еще снимал Марлен Дитрих в свое время. Ну, он такой прям очень много лет. Но он какой-то невероятный просто человек. Мы снимали же на пленку изначально, поэтому он ходил, наверное, час, может, два, он ставил только свет. Вот они вместе ходили с встановщиками, вместе ставились. Я же уже стояла, стояла, говорю, что ж так долго-то? Вдруг он мне по-русски отвечает. Зато красиво будет. Я такая, ну, про себя вообще отлично. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва-24.